Расскажите, пожалуйста, про травмированных, что в каком состоянии, когда готовы к первой группе? Ну, Жано, насколько мне известно, будет операцию вообще делать. Затем Юра Максисян, по моим данным, уже на следующей неделе приступит к тренировкам в общей группе. И Рома завтра начинает уже работать на поле, правда по индивидуальному графику еще. И вот Дима Камбаров у нас немножко тоже приболел, но там ничего страшного. Вот наши больные все. Женя Макиев, да, к сожалению, да. У него надрыв сегодня сделали снимок, ему неделю на две Женька выпал. Надрыв приводящей мышцы, надрыв приводящей мышцы. Это что касается больных. Теперь давайте про здоровых говорим. Я хотел продолжать тему. В связи с этим, не стоит ли проблема, может, по короткой скамейке? Потому что даже в мальчику банят, у запасных было 5 или 6 человек, да. Даже не полная скамейка его было. Не придется ли еще кого-то из дули привлекать, хотя это ангелы молодых за здоровыми? Ну, если вы заметили, сегодня Лякутепов с нами тренировался. Еще одного игрока добавим. Несмотря на то, что «Спартак-2» играет в этот же день, в воскресенье, то один игрок, я пока не буду называть его фамилию, тоже будут заявки на воскресную игру против «Урала». Скамейка скороткая, но у нас молодежь есть, и молодежь уже в последних играх выступала. Выступала достаточно неплохо, поэтому молодежь мы тоже будем привлекать не только тренировкам, но и к играм за основном составе. После игры с «Динамо», когда молодежь успешно вошла в игру, многие стали сравнивать этот «Спартак», проводить параллель в 96-м году. Вы в той команде были, уже опытные поболицы, можете сравнить, есть ли что-то похожее? Ну, тогда, в принципе, нас слишком много было в 96-м году, у нас только Нарк Гурлукович был в возрасте, и, по-моему, Илюха Цымбаларь, а все остальные мы молодежь была. Сейчас буквально 3-4 человека молодых, но, как я уже сказал, я буду привлекать именно уже в ближайших играх большое количество молодых футболистов. Кто-то из них, как я уже сказал, будет играть в основном составе. По поводу «Урала», кажется, что очень неприятный на данный момент соперник, тем более, со сменой тренера, команда никого не боится, играет в открытый футбол и с Краснодаром, взяла очки игру, могла взять очки из ЦСКА. Сильные и слабые стороны команды, на ваш взгляд? Ну, действительно, со смены тренера команда прибавила, на мой взгляд, очень сильно прибавила. Играет в хороший футбол, совершенно верно вы сказали. Обладает хорошим, на мой взгляд, подбором футболистов. И видно, что ребята выходят, даже играя против ЦСКА, они две игры практически подряд сыграли с ЦСКА, не боясь соперника. ЦСКА являлся явно фаворитом, но не было видно, что «Урал» боялся их. И прессинговали ЦСКА на чужой половине поля, и красивые голы забивали, комбинации хорошие. Но это я завтра покажу своей команде. Сильные и слабые стороны «Урала». Знаем, что у них есть такая потеря. Ерохин вроде получил травму в последней игре против ЦСКА. Насколько мне известно, он не будет играть. Но, думаю, что кроме Ерохина, как я уже сказал, есть у них и группа сильных футболистов, которые могут нам создать проблемы. Вот завтра мы об этом поговорим. И, конечно же, учитывая то, что мы сейчас вылетели из Розыгрыша Кубка, чем мы крайне расстроены. Конечно же, нам сейчас в домашней игре против «Урала» крайне необходима победа. Хотя, как я уже сказал, будет очень-очень тяжело соперник, естественно. Вызывает такое у меня невосхищение, что ли такое, но дослуживает уважения. Несмотря на любую ситуацию, несмотря на травмы, в любом случае тренер «Раскрытого давления» дает довольно сильный поступок выпускает сразу несколько молодых футболистов, которые кто-то дебютирует, кто-то сыграл пару матчей в прошлом сезоне. Есть ли в этом смысле какое-то общение с руководством клуба и поддержка руководства клуба в таком доверии именно молодежью? Мы часто общаемся с руководителями клуба, в частности с Леонидом Арнольевичем. Фактически у нас полный контакт, и то, что делали мы в последних играх, как уже неоднократно говорил, допускали молодежь, он это приветствует. Тем более молодежь. Вышло неплохо, все увидели это, я уже говорил тоже об этом. Поэтому, конечно же, он прекрасно понимает, и даже несмотря, если будут какие-то, например, давать на советы руководители клуба, может быть, выпускать больше молодежи, может быть, наоборот, это какой-то риск. В любом случае, решение будет за мной, и только я буду принимать решение, сколько молодежи давать времени и вообще, сколько человек будет играть в данной игре. Я так понимаю, что матч «Спартак-Урал» будет первым показан на новом канале. Каково вообще большое отношение к созданию этого канала? И может, что-то будет специальное, я не знаю. Да нет, мое отношение к этому каналу очень хорошее. Хочу пожелать, чтобы у этого канала была большая популярность. Аудитория? Аудитория, да, большая. Ну а так, ничего особенного. Нет в том, что у нас будет первый раз показывать матч этого. Нет, может быть, к вам уже как-то обращались, чтобы вы там давали интервью, там, может, как-то специально после матча, в любом формате, нежели то, что было раньше? Ну, я буду присутствовать, да, 2-го числа на передаче, которая будет посвящена обзору тура. Об этом я уже могу сказать. В дальнейшем планирую и я, и футболисты. Дальше будем давать интервью почему-то. Да. На данный точек, я вам, слушаю, продолжу эту тему. Вы, как человек, все-таки в Европе проигравший, да, и наблюдавший за работой итальянского телевидения участницей, все-таки искает на передовой, когда вы видели примеры. Насколько сейчас наше спортивное телевидение далеко от этих итальянских форматов, допустим, европейских? Да я бы не сказал, что далеко. Почему? Как телевизор, как на базу, не приезжаю каждый день, включаю телевизор, там, я имею в виду спортивные каналы. Очень много футбола, очень много повторов, прошедшего тура, ежедневно причем. Поэтому я считаю, что много уделяется внимания. И, на мой взгляд, очень полезно, кстати. То, что меня иногда в Италии раздражало, что если тур, вам говоря, в воскресенье, да, и понедельник, вторник, середина, четверг, пятница, суббота, практически этот тур обсуждают, эти игры ежедневно повторяют. Но при этом то же самое происходит у нас. Я считаю, что это нормально. Почему нет? И для нас, для трениров, хорошо лишний раз посмотреть, там, на игры соперников, свои игры проанализировать. Да, я думаю, что футболистам тоже интересно, когда тебя показывают, ну, 3-4 раза в неделю. Ну, это нормально, поэтому они недалеко ушли от нас, так можно сказать. Это хорошо, очень. Субтитры сделал DimaTorzok